Йо, привет, друзья! Снова с вами Макс Трар, вы на канале о путешествиях, и мы сегодня поговорим про Махачкалу. У меня сегодня начинается авторский тур, да, мы их периодически делаем. Мы сегодня посмотрим город Махачкалу, узнаем все ее достопримечательности. Сходим обязательно на рынок номер 2, это изюминка Махачкалы. Посмотрим Каспийское море, ну и, конечно, Бархан. Он прямо находится рядом, скажем, рукой подать. В общем, не переключаемся, смотрим. И погнали! Огромнейшие просто районы новой Махачкалы. Насколько развивающийся регион. Что вы знали, Дагестан вообще развивающийся реально регион не из-за того, что просто много строят, а потому что здесь население прирастает. Огромнейшая мечеть. Ну а вот, друзья, у нас и аэропорт Махачкала. Он на самом деле достаточно маленький и своеобразный. Тут, когда ты улетаешь, все красиво. Когда ты прилетаешь, ты просто входишь в маленькую такую, скажем, будку и выходишь уже в зал. Такси здесь тоже можно найти. Uber, Яндекс плохо работает, поэтому надо находить здесь местных. И, в принципе, не так дорого будет, чтобы доехать. Рублей в 500 вы всегда вложите, чтобы доехать до Махачкалы. Если вы встречаете друзей, которые прилетают, 15 минут бесплатно в аэропорту, поэтому около аэропорта вы стоите, ждете прямо на полосе. Вот, смотрите, полоса. И после этого, как вам ребята отзвонили, что они прилетели, выезжаете и забираете. Аэропорт Махачкале очень небольшой. Здесь, кстати, есть платная стоянка. 300 рублей стоит в сутки. Вот, друзья, терминал Б, терминал А, а выдача багажа, вот там и происходит выход в город. Здесь стоимость 100 рублей стоит около часа парковки, вот из терминала. Ну, а вот выдача багажа. То есть, вот здесь, в принципе, и встречают всех туристов. Вот такие интересные здесь ребята. Дальше никуда не проехать, но они будут сигналить, газовать. Это очень забавно. Мы сейчас подъезжаем к самой центральной улице. Это улица Ленина, площадь Ленина, где можно погулять и посмотреть главную площадь. Скажу так, Махачкала это город транзитный, вот так лучше. С него лучше всего начинать путешествие по Дагестану. Почему? Да потому что здесь есть аэропорт, здесь можно арендовать машину, здесь начинаются все различные туры, потому что, опять же, это удобная столица, удобное место и расположение. По Махачкале, в принципе, достаточно одного дня, чтобы понять, почувствовать и поехать дальше. Входной улице Махачкалы, где, в принципе, думаю, что, наверное, это самая такая часть, по которой стоит прогуляться. И пляж, и рынок. Три места, которых надо посетить в Махачкале, и на этом, в принципе, достаточно. Центральная площадь Махачкалы, площадь Ленина, ну и, конечно, сам Ленин. Дома правительства, как мы видим, флаги. Наверное, самая большая территория, которую можно найти в Махачкале. Один из интересных парков Махачкалы. Смотрите, какие интересные арт-пространства, какие площадки детские. Все это прорезинено. Можно полазить, поползать. Очень круто сделано. Не только Махачкала этим славится. И в Дервенте, в котором мы будем тоже, это все можно будет увидеть. В общем, здесь очень круто. Занимается местное управление. Этот парк находится прямо за площадью Ленина. Конечно, друзья, надо обязательно уделить внимание движению Махачкале. Махачкала очень перегруженная столица. И здесь прямо все туда-сюда снуют, ездят. Поэтому будьте внимательны. Если вы арендуете машину, то ездите и смотрите в оба. На самом деле, не так опасно, как, наверное, кажется на первый взгляд. Но многие ездуны дагестанские, они, конечно, очень агрессивно ездят. Перестраиваются без поворотника. Поэтому будьте и смотрите внимательнее, чтобы не цепить. Лучше едьте чуть-чуть медленнее трафика. А вот мы уже, друзья, и на Каспийском море. Это Махачкала. А это Каспийское море. Ну что, здесь однозначно меньше народа. Вода только, правда, с зеленцой. Ну, теплая. Друзья, конечно, Махачкала это тот же Сочи. А почему? Да потому что железная дорога также разделяет город от моря. Есть небольшая набережная, по которой можно прогуляться. Посмотреть небольшие достопримечательные. Ну и, конечно, пройдя под железную дорогу, ты попадаешь на море. На Каспийское море. Чудесное и хорошее. Но мои рекомендации. Лучше, конечно, в Махачкале не купаться, а отъехать чуть-чуть подальше. Вместо вентиляции у автобуса открытая просто дверь. Стало достаточно перегружено. Хоть живет здесь лишь 600 тысяч населения, но... Ну, может, летом, конечно, увеличивается за счет притока туристов. Но реально дороги пипец. Пробки на пробке. А вот у нас появился уже четвертый ряд. Хоть его как бы и нету. Ну что, друзья, мы в Дагестане. И, конечно, надо везти какие-то сувениры и подарки. И я нахожусь не зря в таком интересном месте. Исаев Компани – это компания, которая делает эксклюзивный запах Дагестана. В нем огромнейшее количество коллекций и вкусов, и запахов, которые вы можете попробовать. Этот сувенир, я вас уверяю, надо привезти обязательно домой. И он будет очень крутым подарком для ваших мужчин. Пойдем посмотрим, что находится в этом магазине. А здесь мы можем увидеть сразу народную папаху и смотреть, сколько разных вариантах духов вы можете лицезреть и приобрести в этом магазине. Вот здесь сувенир. А вот здесь, сзади, стих Расул Гамзата, прославленного поэта. И как раз стих о том, как мы встречаем друзей, гостей Акуначисли. И вот посыл, да, на памятник. Человек, который был в Дагестане, может прочитать стих, вспомнить то место, где он был. Держать его дома, и вот визуал, например, кинжал, джигит, который охраняет парфюм, и периодически ощущает запах Дагестана. И он будет напоминать о тех местах, где он был. И вот такой посыл. Пробуем запах Дагестана, эксклюзивный парфюм, друзья. Это хороший вариант сувенира, который вы можете поместить с Дагестана. Друзья, нам повезло, и мы даже встретились с владельцем этой компании. Они производят, и они являются эксклюзивными представителями в Дагестане, и производителями в Дагестане такого чудесного продукта. Сам владелец... Али Исаев, Али Парфюмер, так меня знают, и не только в нашей республике. Всеми мы очень давно, в развитии родной парфюмерии, мы являемся одним из первых, кто внедрял эту нишу в России. И в том числе производим парфюм, композицию, аромат совместно с французскими парфюмерами и многими другими. Парфюмер, наша история, это работа, одна из первых, которую мы сделали для именитого Спаслина. В принципе, его в мире все знают, это Хабиб Нурмагомедов. Для него мы такую композицию, вот такой аромат за игл, который мы сделали. Также много других композиций, но на данный момент мы будем представлять Дагестан. Что нужно для того, чтобы стать настоящим дагестанцем? Ну, не знаю, что именно нужно, чтобы стать настоящим дагестанцем, но конаком, другом дагестанцем, который в полной мере ощутит все эти, как говорится, дагестанские традиции, можно просто оттягиваем. Как минимум одеть папаху, это папаха? Да, это папаха. Ну что, тебе идет, ты уже немного похож на дагестанца, чуть-чуть меняешься. Да, это карточка, кстати. На плечи просто, на плечи. Вот и все. И вот так нужно держать, вот таким образом, вот эти, вот так, вот так, вот, вот так, ничего. Выглядит, кстати, очень даже вам интересно. Это делается для того, чтобы губка защищала всегда джигит, дождь, там, и так далее, и так далее. Вот так ты держишь кинжал, он должен висеть у тебя, вот так, одной рукой движет, так. И ты должен, когда прорисло какие-то там... Просто скидываешь, скидываешь, и с кинжалом на кинжал. А кинжал держат разве в руке? Нет. Должно быть какой-то ремень имеет? Просто он сейчас в шортах, поэтому... И скинул, но она как является, как телогрейка, это что? И телогрейка, и во время боя она одевалась, допустим, была на джигите, потому что от ударов, касательно, конечно, полностью она могла не защитить. Ну, она защищала от таких ударов ножом, кинжалом и так далее. Она, на самом деле, и как наше время считалась, как квартирой. Ну, вот, она останется в поле, постелит, лечит, на нем укрыться, и все время защищалась. Во время дождя она, с нее стекает вода, потому что она таким жидом, да? Друзья, под видео ссылочка, заходите, приобретайте, отличнейший подарок. Допустим, вот этот образец едет к Сефу. Он владелец бойцовской организации, это ФЛ. И Эдуарду. Это два, а, это с Америки. Вот Рамазан, и мне вылетает, завтра, да, или как вылетает? Да, завтра. Завтра вылетает в Америку. И как раз, являясь моим другом, он передает эти подарки именно нашим друзьям в Америке. Они очень долго ждут, потому что они ждали этот... Отлично. Да, новый, да, сейчас тебе пакет дадим. А у вас бой будет? Не, у меня там другом бой будет, и он поможет там секундировать. Секундировать. Ну, круто. Удачи тогда. Да, спасибо, что было вам. Почему в Дагестане так популярен спорт, связанный с боями? Почему именно он? Ну, единопорс. Ну, вообще исторически, вот, допустим, у нас нет известных футболистов, там, или таких, в таких видах спорта, где не присутствуют, да, силовые, как бы, эти моменты. У нас конкуренция сильная, да, у нас много народностей. И с самого детства, да, у нас именно большая конкуренция. В своем время идет какая-то борьба между собой. Поэтому мы расположены, и генетически мы расположены именно к единоборствам. Борьба, драка, что-то такое подобное. Почему-то бегать, да, как футболисты бегают. У нас не получается. Мы не можем ни убежать, ни догнать никого. Но вот когда мы уже с кем-то столкнулись, и вот у нас получается защитить. Ну, у нас заложен, да, может, генетически, и вот, естественно, ты очень защищать свой дом, свою семью, своих друзей и так далее, и так далее. И вот, ну, заложен, естественно, это идет, нужно защитить кого-то. И мы, поэтому защищаем себя, в первую очередь. Поэтому у нас получается драться хорошо. Вот если мальчиков одеется на спорт, например, на какие-то бои, да, то, а девочки ходят вообще на какой-то спорт? Ну, у них уже, в принципе, уже отсутствует эта опция, им смысл защищать себя, потому что у них все время есть мужчина. Нет, 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 нет. Гимнастика, то есть она что-то вот такое популярно здесь? Ну, гимнастика, да. Оно как раз-таки, у нас даже вот мальчики, да, с самого детства, у них относится про гимнастику, чтобы они были гибкие. И опять-таки, чтобы им это помогало в дальнейшем единоборствах, чтобы они могли максимально хорошо драться, бороться и так далее. Плавание, гимнастика, акробатика. Ну, вы сами что-то там, вот там, рассказывали, были в прошлом боксировании? Да, немного боксировали. Мы все здесь отношения имеем к спорту, так или иначе. Спортивная нация, это отлично. Хорошо, у меня еще один вопрос. А где вот это вот все находится? Потому что ты, когда идешь, например, по-моему, по Чиколеночной, я не увидела. У меня на улице по большому еду, там, в бойцовский клуб приходили. Я могу, оказывается, пригласить несколько бойцовских организаций. Допустим, такой Иглс есть, Иглс по бойцовский залу Арсена Шапиева. Вы можете даже тренировку провести совместно с известными бойцами. Это все частное. Ну, есть государственные организации, такие как Динамо, допустим, Спартак, Урожай. Это такие именно классические виды спорта, такие как гольная борьба, дзюдо, бокс и так далее, и так далее. Школа, Али Алиева, огромный там. Вообще спорткомплект выделяет большое внимание. Друзья, в этом магазине представлены больше 700 наименований различного товара. Помимо того, что, конечно, произведенный в Дагестане дух Дагестана, парфюм Дагестана. И главное, что это самый крупный магазин в Махачкале и в самом Дагестане. И он находится около знаменитой мечети. Так что вы можете зайти как раз по пути сюда и купить своим друзьям парфюм. Ну, а мы поехали дальше смотреть Дагестан. Это Джума мечеть у нас. Смотрите, как давит. Что там, красиво? Красиво. Ух ты. Мы лежим. Молодец. Мы лежим. Фонарики светят. Конечно, друзья, надо показать, где же можно жить в Махачкале. Так вот, на любой вкус различные квартиры, отели, все это имеется. Средний дипозон от 3000 рублей за сутки. Мы вам сейчас покажем один из класснейших отелей Андулесе, где сами любим останавливаться. Там с завтраками супер хороший номер, стоит 3500. И вот такой номер, стоит он 3500. Лиля. И кожаный диван, телевизор, картина. Даже, смотрите, насколько классно вот все в дереве. Вообще достойно. Такого редко встретишь, кстати, в Дагестане. Ну и туалет. Ну, неплохой все равно номер. У ребят он побольше, но у нас теперь есть байкот. Друзья, рынок Махачкалы, это обязательное место для посещения. Море фруктов. Лиля. Это реальная достопримечательность. Смотрите, помидоры 50 рублей. Смотрите, можно купить ирис, гречку. 100 рублей. Ну что, 250, вот такой красавец, персик. Ой, не очень красавец, но ладно. Ну, такой получше. 100 рублей, всего лишь 3 лимона. Один лимон стоит лимон. Помните, было как в городке? Что всего? Можно накопить. Что вообще всего? Твой кошелек прям так и просится. Апсессу раздастся. Ну, главная фишка это урбеч. Конечно, надо взять специи. Смотрите, сколько и какая она красивая. Последний раз я такое видел в Индии. 100 рублей перчик за... Скорее всего, стакан. Сколько всякой травы. Офигеть. Вот это кусты там. Это так круто, это так вкусно, это так много. И пусть тут немного грязно, но сам ассортимент, конечно, очень крутой. Вау. Подведя итог, я скажу, что в Махачкале, на самом деле, достаточно дешево продукты стоят. И реально гораздо дешевле, чем будут в магазинах. И вообще, здесь славится торговля на рынках. Здесь очень мало представлено всяких гипермаркетов, супермаркетов, да и вообще сетей, которых нам привычно. Здесь, в основном, все покупают на рынке. Сколько вкусняхи. В сладкоежке здесь самое то. Ну и, конечно, можно это все запить чаем. Ну вот, смотри, это урбеч. Вот это урбеч, это мясо, и это котесты. О, прямо. Ой, как вкусно вы накладываете. Красота такая. Вот этот миндаль, здесь чешу, там обелькосов и лёд. Видите, да? Ну, мой попробуй, да. Первый миндаль, да. Ну, чё? Похоже. Да, этот чешу, вот этот белый чешу. А сколько стоит баночка? Баночки 350, а маленькие 150. Ага, 150. Да, да. Миндаль. А ещё есть зелёные, вот, например, можно увидеть. А, тоже у вас, да? Если надо, я налила. Ну, ещё есть какие-то. Она полезнее для паразитов. Ну, да. От паразитов, да, всяких? Чё это всё? Бери, от души кидай. Я тебе честно говорю, это вот. Это жена делает у меня. Вот только сейчас ребята взяли. Халва, натуральная халва есть, ночная халва. Вот это облащайся. Ой, спасибо большое. Ничего не будет, не переживайте там. С фигурой ничего не будет. Ну, сколько вот изюм? Изюм здесь, они все. Это килограмм, да? А орехи? То есть по 750 вот это. Смотрите, сколько всего. Я бы скажите, у вас же есть тушеная хурма? Есть, есть. А дайте попробовать ребятам, а то они не знают, что это такое. Ещё хорошая тема, это специи. Тоже очень классный подарок для родни. Ну, что это? Много чего непонятного в итоге. Ну, я могу сказать, знаете что? Что вот именно в таком месте, где стоят вот эти мешки, это сто процентов сделано... Натурально. ...натурально. Руками местных жителей, и я больше чем уверена, что это очень полезно, а главное, очень дёшево. 50 рублей шиповник. Ну, да. Чай заварил. Барбарис, да, горный. Горный барбарис. Чтобы все отрубили. А что по цене? 260. 260, да? 36. Лили, сколько? 300? 360. 360. Ну, и масло вон есть. А это масло? Это сметана. Да. Где ложка будет стоять, да? Угу. Стоит-стоит, такая ложка есть. Да, вкусняха. Так, ну что? Ну, пошли в солёную рыбу сначала. Угу, точно не могу. Что такое у вас? Что это? Сазан. Сазан. Ага. А вот это, а что это? Здесь есть. Чипаль, без газели. Ну, это всё... Чипаль, после ехал. Это всё здесь водится, Лиз? Здесь еще? А, да-да-да. Это сазан. Большой толстый. Конь здоровый. Вообще, любой. Обникальный. А почём? Сазан 250, чипаль 300. Это килограмм. Ну, какие кони, да? Шлейф самой вкусности, на мой взгляд. Тут можно найти чёрную икру. Не факт, что она самая вкусная. Не знаю, мне больше нравится, например, красная, не чёрная икра. Ну, смотрите, я могу вам показать, где подешевле, потому что здесь тоже разводят. В прошлой нашей поездке мы сходили также на рынок и решили купить немного рыбки. И местные решили нас обсчитать, друзья. Мы договорились на одну цену. Когда отрезали кусок, оказалась цена выше в несколько раз. Смотрим и запоминаем, как мне делать. Сейчас у нас произошел даже конфликт с местами. Короче, нас попытались раззвести на сётр. Не получилось заснять. Точнее, я заснял, как женщина резала. И в итоге нам выставили за кусочек 1700 рублей. Типа 3,5 тысячи за килограмм. И якобы там почти килограмм рыбы. Чтобы вы понимали, настолько у нас потом... У меня наглый там всё. Мне поставили цену, я говорю, я не готов заплатить две тысячи рублей за такой маленький кусочек. И чё? К другой женщине пришли, там у неё в два раза цена дешевле. Просто вот на одном месте нас пытались рыть. Поэтому уточняйте перед тем, как начнёт всё делать. Эта баночка показана, как будет выглядеть. Ну, это просто пустая баночка. Да, понятно, что это пустая баночка. Да. Вот, а так вот это, например, местная тоже рыба. Вот это маслиная. Нет, это не маслиная. Белуга есть, осетрина есть. Это вот белуга, осетрина. Попробуй вот это. А маслиной нету? Маслиной нету. Маслиной это провозной. Возьми местные что-нибудь. Это, видите, осетрина это наша. Осетрина. Вот это осетрина. А, вот тоже вот тут. Вот ходой по 2000 кг. А почём? По 2000 кг. Сколько хотите можете взять порезать? Тут кусочек будет немало стоить. Поэтому тяжёлая сам по себе. Хотите отсюда порезать? Хотите отсюда порезать? Попробуй. А она вкусная или нет? Очень вкусная. Вы осетрины не пробовали? Нет, никогда в жизни. Дай попробую. Попробуйте. Мы же узнаем ещё. Самая вкусная рыба, на мой взгляд, это масляная. Пробуйте, не пожалеете. Ну, это самое вкусное, которое здесь. Вот реально. То есть, можно попробовать сейчас. Еще одна изюминка Махачкалы, это, конечно, самострой. Очень важно зайти в какие-нибудь маленькие райончики, где стоят старые пятиэтажки и посмотреть, насколько происходит захват различной территории, а также на стройке. Вы можете увидеть огороды прямо около входа в подъезд, а также пристройки, как дополнительно ещё одна комната, сделана как и на втором, так и на первом этаже. В общем, мостаки дагестанцы ещё те. Субтитры создавал DimaTorzok Йоу, ну а мы на Бархане, всего лишь в 30 километрах Махачкалы. Есть вот такая крутая красота. Обязательно насладиться и посмотреть. Здесь очень круто оборудованы такие ступени, не надо по песку карабкаться. Недавно, кстати, построены и очень классно. 200 рублей стоит вход в парк и можно наслаждаться барханом. 256 метров. Непонятно, откуда образовавшийся кусок песка. Возможно, это песчаный вулкан. Кто его знает, кто его знает. Субтитры создавал DimaTorzok Вау! Жаль против солнца. Как же хочется вспомнить молодость и просто весело попрыгать. Это так классно! Вон такой крутой песок этот. Большая песочница. Друзья, что надо обязательно попробовать в Махачкале? Мы попробуем дагестанскую кухню, проверим, какая она вкусная или нет. Вот Лили уже пытается даже кормить Давида. Значит, что из национального блюда надо обязательно попробовать, когда находится в Дагестане? Это, конечно, хинкал, друзья. Он состоит из четырех частей. То есть мы видим здесь типа макароны, мясо. Сейчас я вам покажу. Бульончик и соус. Все достаточно просто. В общем, вот так это делается, только не руками. Сейчас еще придет специально обычный человек, который это расскажет на самом деле. Да, он ее может не так снимать. А меня может. Да. Кстати, здесь есть такая интересная фишка, что местных женщин нельзя на самом деле снимать на камеру. А, да. Я хочу спросить, у кого-то типа какой-то вопрос, у мальчика спрашивает, у мальчика, у девчика, у него спросили у девочки. Да. Примерно вот так. Бульон обязательно. Можно это тоже так же перемешать. Потом вы кушаете хинкал, кушаете мясо, потом бульоном закрываете. Я только первый раз слышал, есть ленивые пельмени. Так вот это тема ленивых. Мы остыли уже. Бульон помыкать. Большой пельмень, а оказалось просто булка. Просто булка. Есть у них и вот сама. Это не мой хинкал. Друзья, хинкал в Дагестане огромнейшее количество, как и народности. Поэтому вы можете спокойно попробовать любые варианты и вариации хинкал. Следующее блюдо это чуду. Чуду бывает, как и вегетарианское, например, зелень с тыквой. Ну и, конечно, с мясом. Мы любим с мясом. Похоже на чебурек. Но иногда даже очень вкусно. Нужно чебурек. Ну, очень на чебурек похоже. Чебурочный рай. Если бы он закрытый, бы там прям текло бы. Больно текло, просто все мимо. Мой сын, которому 3 года, уже берет камеру и начинает снимать контент. Не забудь поставить лайк. Я старался, друзья. Напиши комментарий. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ну а в следующих сериях вы увидите Сулакский каньон. Конечно же, Гунид. Конечно, Хонзах. Водопад Набоц. И множество интересных и сопримичательств Дагестана. До новых встреч, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok